Минувшее лето для Мордовского заповедника было непростым. Сейчас величественные леса постепенно оправляются от ущерба, нанесённого огненной стихией. Те животные, что бежали от пожаров, с осени возвращаются на свои привычные места обитания. Огонь уничтожил в основном сухостой. Это дрова, по большому счёту, то есть сухой лес, который погиб после пожаров 2010 года. Поэтому, как такового урона сильного было не очень много. То есть это участки, которые начали восстанавливаться, но в принципе это древостой очень такой тонкий, мелкая берёза, которая очень быстро отрастает. В лесах Мордовского заповедника можно встретить лосей, оленей, куниц, кабанов, волков, лисиц, бурых медведей. Особая гордость – зубры. Впервые они появились здесь в 2019 году. Восемь особей были привезены из питомника Окского заповедника. Сейчас зубриное стадо Мордовии насчитывает 15 особей, в том числе двух малышей. Один появился в июне, другой в сентябре уже после пожаров. Они у нас прямо на территории находятся. Зимуют они у нас. Мы их подкармливаем понемножку. Мы даже акцию такую организовали «Покорми зубра». То есть если есть люди, которые хотят помочь зубрам, в такую вот сложную зиму, а зима сложноватая становится, то могут привезти какие-то вкусные корма наподобие свеклы, к примеру, или морковки. Морковка очень любит, они витаминный корм. Принять участие в акции и передать корм зубрам могут и сыровчане. Дополнительная информация по телефону 8 937 518 6171. Флора и фауны этих мест богаты удивительно. Учёные постоянно проводят здесь исследования, и порой их открытия поражают. К примеру, до пожаров научные сотрудники открыли два новых вида насекомых для мировой фауны. Один планируют назвать в честь Мордовии. «Уникальный заповедник был определен в 30-х годах, когда его создали. В это время было несколько больших экспедиций московских из Московского университета, из логического института. Эти экспедиции, в принципе, увидев те места, в которых они находились, они решили, что это один из самых уникальных лесов вообще какой-либо существующий в европейской части, и, в принципе, они оказались правы». История заповедника берёт своё начало 5 марта 1936 года. Назван в честь государственного деятеля Петра Смедовича, уделявшего много внимания вопросам охраны природы в стране. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.